Так, у нас 31 декабря, 11.20 утра, нам надо быстренько-быстренько в магазин побежать. Во-первых, у нас пустой холодильник, ну это чисто наша фишка, потому что мы Новый год празднуем не у нас, мы празднуем у нашей бабушки, то есть у моей мамы, там у нее будет куча-куча всякого вкусного, поэтому мы особо как бы на каникулах и не готовим. Вот, сейчас бежим в магазин купить кошки корма, потому что магазины закрываются в час дня, надо все это дело успеть, магазинов это самое, далеко, на вокзале у нас самый ближайший магазин кошачьей, ну в смысле еды для животных на вокзале, это самое, и всего этих магазинов по городу штук 4-5, наверное, не-не-не, их там 4 или 5, там у нас есть две фирмы, один фреснап, другой футер-футер-хаус, да, вот, два футер-хауса, два футер-хауса, и три фреснап, по-моему, так было, получается 5, вот, по-моему, 5 штук их всего, вот, в общем так, бежим быстренько в магазин, пока он не закрылся, иначе кошка останется без хавчика на целый, ну не на целый год, а на целые два дня выходных, когда магазины полностью не работают, а в обычных магазинах найти нормальный корм для кошаков не получается, на улице у нас ни грамма снега, вообще никакого снега, даже снегом и не пахнет, плюсовая температура, поехали дальше. Всем привет, я сегодня вам говорю, я не знаю, зачем так реально закрывать магазин, раз у людей разные отпуски, у некоторых долгие, у некоторых короткие, и у некоторых люди хотят поехать куда-то, и им надо на поездку что-то купить, чтобы на поезде поехать, да, то вдруг это будет в цели, или еще где-то там, в цели он очень далеко. А некоторые люди работают еще в этот день, допустим, у нас те самые, которые, альтерпфлеги, которые за больными ухаживают, и старенькими, они работают в этот день, а им нужно еще как-то закупиться, приходится закупаться заранее, нет такого, что типа, ой, забыли колбасу, и в последний момент набирали в магазин. Это вот слишком. Альтерпфлеги, это означает старые помощники. Ну да, уход за старенькими и больными людьми. Всем пока. Так, мы сейчас только что вышли. Да, вышли, пошли, это самое, за Кошкиным комом. На улице пустота. 6 градусов. Да, и 6 градусов тепла. Вчера еще кто-то тут что-то взрывал. Повсюду лежат ажметки этих пятарств. Да. В общем, да, магазины работают только до часа дня. Сейчас у нас почти 12, без отсутствия 12. Нам нужно успеть до вокзала. О, народ поедет, тут гуляют. Надо успеть до вокзала доехать, купить кошки корму. И еще кое-что. Так, стали на эту самую, на станцию. Тут у нас сообщение. Фокусируйся. Не хочется. О, вот так, фокусируйся. То, что это самое, бусы, ой, точнее, трамваи катятся, катаются только до 20.00. После этого будут эти самые автобусы. Или как, погодите. Штат Бан Унд. А, нет, и автобусы, и те бусы будут кататься только до 20.00. По тарифу этого, круче, по расписанию, как выходного дня. Сегодня у нас вторник, 31 декабря. То есть после 20.00 никто им уже кататься не будет. А сегодня все катаются очень редко. Говори, что тут? Мы сейчас выехали на остановке. Называется главный вокзал по немецки Хаунд Панхо. Да, задний выход. Тут у нас вот эти вот машинки, которые вверх ногами. Вон они там. Вон тут. Ага, дальше что у нас тут? А вот это вот у нас офис от немецкого поезда. Да, Дойче Бан и Фольстваген. Пойдем? Так. Куши, чайчик. Что ты говоришь? Что? На рыбаку писать? Ну давай. Так, какую там она любит-то, в конце концов? Штайнфейд. Так, господи, где он у нас этот? Вот они. Лам, Ринц и Атлантик Ракс. Вот они все. Раз, два, три. Я хочу искать форку. Вот какая-то форка. Купили в кошачьем магазине еду. Плюс пакетик на день рождения не впадает. По купончику. В Тедди купили Ти Таня подарочек маленький. А, давай сюда, это самое, шарфики. Какой шарфик тебе нравится? Или там внутрь еще зайдем? Может там что-то еще внутри? Пойдем внутрь зайдем. Последний магазин остался китайский. Надеюсь, он еще открытся. Вот он китайский. Да, там еще заработки есть. Сегодня тебе духи пойдем купим. А, они до 7 часов вообще работают сегодня. Открывай. Заходи. Слади сразу вам что-то укол. Вот если мало покупаешь, надо будет наличкой платить. Там всего 3 евро наличкой. Так, время 12.33. Мы уже прошли раз, два, четыре магазина быстренько. Сцена на одном пятачке находится. И остался калфант. Подарок для Киена посмотреть. Ага. Все? Всем пока. Что ты говоришь? Мы сегодня суши покупали. Мы не сегодня, а в гостерапе мы здесь суши покупали. Да, сейчас пока мы суши покупать не будем. Сегодня мы кушаем бабушки Нелли. Народу хотим много. Буквально через 10 часов магазины закроются. Калфант восьбе дольше работает сегодня. Калфант восьбе дольше. Вот, смотрите. Амфрад восьбе дольше. Это не то. Это не то. Это какая-то скидка. Когда работа калфант восьбе, мы его выстрелим. Так, значит, давай наверх. Там кустерские товары. Может что-нибудь кустерску найдем. Докена. Подарочек. Двухэтажный магазин. Вы такие? В Икее можно в России такое встретить. По бокам стоят продукты. Можно их схватить бездумно и уехать вместе с ними. Нам чтобы сюда не по стрелочкам идем. Потому что здесь у нас находится этот плясский товар в грядочках. Нам как раз они и нужны. Так, вот констовары. Идем сюда. Заворачиваем. И игрушки. Констовары и небольшие игрушки. Будем выбирать подарочек для друга Вовкиного. Пистолет. Калфант это единственный магазин в Ганнове, где у нас есть ящики для хранения. Но они не все с дверцами. Это раз. Во-вторых, почти все они забиты. То есть ящиков это вот все. Больше нет ящиков. А народу очень-очень много. Особенно сегодня в канун Нового Года. Пойдем, Вовчик, на выход. Нам выход. Пойдем в ту сторону. Да, здесь. Да. Вовочке, в честь того, что он маленький ребенок, ему дали какие-то штучки. Что это такое? Наклейки? Это не наклейки, а карточки. Карточки? Старус? Да. Шесть штук. Шесть штук. В каждой штучке по две. То есть три штучки, в каждой по две. Итого шесть штук. Ну все. Пока. Пока. Так, на 17-й мы не успели. В принципе, мы даже если поторопились бы, мы бы не успели на 17-й. Поэтому ждем еще 7 минуток до 300-го автобуса. Можно, по идее, еще тройку-семерку взять. Но пока да не дойдешь. А у нас сумка уже тяжеленькая. Да? Может, ты сядешь? Да нет. Нормально. Там места нету просто. Там одно нет, свободное. Фух. В общем, вот Каффланд. Там у нас, в той стороне у нас был этот самый Тедди китайский. И для животных магазин. Вот. Китайский работал до... Да, там Каффланд. Китайский работал до 7-й. Ну, работает до 7-й. Для животных магазин и Тедди они уже закрыты. Они до часа дня работают. Каффланд вы так и не посмотрели, какие работают. Наверное, тоже там до 6-ти может максимум. Может до 7-й тоже. Не знаю. А может и до 8-ми. Потому что он самый большой. Да, Каффланд считает самым большим магазином вообще. Он в самом центре города, около вокзала. Даже этот самый Реаль не такой большой, как Каффланд. Название фирмы в Германии. Попробуйте указать, что это было. Нарисован дракон. Написано Sext. а чуть ниже рент-этрак то есть это по идее тачки на паркад на паркад так сейчас время пол седьмого на улице уже начали что-то там запускать сейчас откроем окошко чтобы слышно было послушаем фейерверки эти салюты в городе не устраивают в новогоднем смысле ночь не устраивают ну в смысле сам город а вот люди покупают фейерверки в магазинах и запускают сами это вот сейчас вот пол седьмого вечера чем дальше тем больше конечно же и вот сегодня бабушки да время погоди сейчас скажу время почти без 29 и уже пускают салюты он там папа идет да все в дыму это самое вот еще пока опять-таки только разминка перед самим этим торжеством велики убрали в керрис я ходил в году что сама магазина закрыты уже давно несколько нас как пяти подошел они уже открыты бреда да мы думали не до 6 но в 5 уже был закрыт а раньше закрылись пришел в этот гидбе вести бей да может да может сейчас даже сейчас мы допустим к фанде числовкой были все было возможно там два три часа может так вот все тут сеткой закрыли проход закрыть приходите в обходную это самые только открыты танкстели заправки так да это сам да меня вот интересует она просто что типа трамвая приедут но у там была табличка что они до 8 потом не будут кататься может а чисто такая забыли выключить табло и все-таки они пускают трава и только очень редко странно да и зона а да с завтрашнего дня этих будет 10 по зонам раньше были у нас как они называются зоны а зона 1 зона 1 зона 1 зона 3 зона четыре раньше было четыре я хотел сорок четыре сказать сейчас делаю попроще так да тоже трамвай сетки ходит и автобус тут стоит значит я не катаются редко но катаются а то есть он там без номера то есть было экстра бус до экстрабад слева ну понятно Маленький, он знает Это же маленький Я уготавливал Ну и да, кто-то застал Билет в один конец называется Да, да Вон-вей-тикет А, да-да-да Я думаю, что вы не овете, это как моя Нет, там собраться У американского посольства они стоят. Нет, они с этой стороны. Я не знаю. Вон угелок. Или сюда. Они должны туда выйти. Значит, они с той стороны. Так, уже просто 12. Пошли вовсюду. Центры взрывать не разрешают. Ну, в центре, в смысле, там прямо у самого Панкоха. Там моя тачка. Камера все пытается фокусироваться. Радостно получилось. Романчик живет. И автобусы тоже это сипов стоят. Все в тумане. Все в бабахах. А утро во внутрь. Утром все будет, тоже покажет. Ни нету воздуха. Лазерное шоу устраивает. Лазерное шоу устраивает удобно. Когда дыма много. Лазерное шоу удобно устраивать, когда дыма много. Да, но у вас такого петарда нет. Очень много сотен тысяч евро на эти все петарды. Это очень большие деньги. И они ушли в город, они ушли в штат. И этот штат подходит немножко денег на уборку. Где-то еще слышатся звуки взрывающихся бомбочек. То есть они еще и куча мусора. Прямо на дороге что валяется. Мусор, дым. Дым вообще очень сильный. Это не камера плохо снимает, это где дым. Кот на петарда какая-то под ногами всегда валяется. Кот смотрит в под ноги, все равно не видно. Из-за дыма все. Так, второе число. Последствия Нового года. Как это все тут выглядит? Мы сейчас идем к моему другу Киану. Вот его подарки. Да. Вот это вот карамелька. Карамелька даже собственного приготовления. Видите? В общем, да. От этого дела никто убирать не будет еще. Вообще никто убирать не будет. Оно как само рассосется потом. Через месяца два, наверное. Не, наверное, пораньше даже. Через месяц примерно оно потихоньку рассасывается. Никакие дворники это дело не убирают. Единственное, что тут машинки, ну, которые на дорогах катаются, машинки-очистители, они это дело очищают. А то, что так на дорожках валяется, все так и остается. А я когда-то раз увидел, там люди какую-то ракету запустили и прямо около машины. С ней мы клашили. Вот такое расстояние было. Но она и к риске попадали. У нас сегодня минусовая температура, немножко этого иней появился. Ну, 0 градусов, как я знаю. По-моему, минус 4 было ночью. Минус 4 ночи. Да. А у нас сейчас 0 градусов. Да, сейчас уже к 0 подход. Повсюду мусор, мусор. Да. Вот так вот новогоднюю ночь празднуют немцы. Оставляет после себя куча-куча мусора. Конечно, вот есть приезжие, но и немцы тоже у них это самое не выделяются тем, что они что-то убирают за собой. А вот мы убираем за собой. Да, мы это убираем. Ну, может, и мы только упаковки убираем. А то, что там взрываются какие-то эти осмевки, мы же не сможем их найти. Которые с неба падают ракеты. Уже подъехали? Да, уже подъехали. А мы сказали, что только если 10 минут отсюда поделиться. Ага. Так, сегодня у нас четвертое января. Три дня подряд шел дождик. Поэтому все следы от этих самых, от фривека почти что снилось. Остались кое-где вот эти вот коробки. Ну и петарды сами тоже, в принципе, кое-где еще валяются. Но ниже поменьше стало. То есть дождик все смывает. Картонка от этих самых, от упаковок, она тоже вся под водой. Размачивается и разлагается. То есть еще некоторое время пойдет, и все это дело разложится, и в канализацию все само смоется. Никто это дело из-за городского управления не убирает, как видите. Второе и третье число были рабочие дни. То есть, в принципе, у городского управления было время, чтобы все эти штуки подмести. Но этим никто не занимается.